Изюм и сухарей Создатели ловушки для веры и аноним. Изюм и сухарей Тихая деревня на берегу реки, Близи старинного монастыря, Идиллические пейзажи, Мирная, беззаботная жизнь. Но так ли это на самом деле? Сколько кровавых тайн скрывает тихие омуты деревни Покровка? В старом бабушкином доме, где нет электричества, И я коротаю в свои дни и вечера по свечах. В этом есть своя прелесть, Таинственная романтика. И мне все нравится, Но меня пугают зловещие тени прошлого, Которые сгущаются над нашей деревней. Я думаю, вы уже поняли, За какую героиню я писал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем привет! Вечно в сказках дуракам везет. Может быть и мне что-нибудь обломится. Так думал мой герой. Но никогда нельзя зарекаться, Никогда нельзя знать, как обернется жизнь. А кто он мой герой, я покажу в видеоподсказке. Проходят дни, как облака, Чередой неторопливый мимо, Как жизнь у скорлупа хрупка, Как эти дни непоправимы. А дни грядущих мутный свет Не обольщается и не греет. Кто помнит счастье прежних лет, Тот верить новому не смеет. Я приветствую всех, всех, всех. Всех, кто читает, Всех, кто написал, Всех, кто участвовал в создании Нашего третьего шедевра. Он был очень долгим, этот путь. Но у меня ощущение, Что третий раз У нас получилось то, что нужно. Игра долгая была, Потому что было много праздников. Два Рождества было. Три Нового года было. И будет еще четвертый сейчас, Китайский, вот этот Азиатский. Так вот, я сейчас нахожусь в Анапе. Анапа, как вы знаете, Это маленький городок на берегу Черного Мода. Ну, городок, я бы сказала, с натяжкой. Потому что, по факту, Это такая маленькая уютная деревня С песчаными пляжами. И всегда она во все времена Была детским курортом. Я вам дала уже несколько намеков На своего персонажа. Надеюсь, вам легко удастся Угадать, кого я писала. Хочу сделать намек На моего митературного героя. Это деревянный коник Символ флага страны Дания. Он очень четко отображает Символу к этой стране И показывает внутреннее состояние. И является манеком на моего героя. Но не на внешний какой-то фактор, А на внутреннее состояние. На его душу, на сердце, На чувства, мысли. На самовыражение. Всем привет! Я первый раз участвую в этой игре. И, в общем-то, это очень интересный опыт. А сейчас покажу Подсказку на моего персонажа. Это подсказка. Как это включить? Ага, все. Хорошо, мама пошла. Всем привет! Я первый раз участвую в этой игре В качестве автора. И могу сказать, что опыт достаточно интересный. Было весело Находиться в рамках ограничения своей фантазии. Но, тем не менее, фантазия все-таки потребовалась. Пользуясь случаем, хочу передать Привет! Привет, бро! И выразить надежду, что мы еще напишем парочку таких интересных произведений. Ну, отгадывайте, девочки, отгадывайте. Гадайте, кто кого. Кто кого написал, как. Думайте, кумекайте. Умные же не дуры там сидят, да? Учить вас, как лайкать. Ну, знаете там, да? Как, с кем, все как. Знаете. Не мне же вас учить-то, да? Что-то около 13 авторов писали. 13 теток работали над этим, понимаешь? Три редактора. Три. Какая команда. На мой взгляд, шалость удалась. Ну и фантазия вот, девочки. Так что, думаешь, полайкайте, почитайте, полайкайте, да? Всем привет. Очень холодно. О, будет холодно, блядь. В общем, ужасно холодно у нас. Но вы так лучше не выражайтесь. Любите литературный язык. Отключайте его. Да. Ну, что еще сказать-то, а? Вы уже, наверное, все догадались. Вы же не дуры там сидите. Вам не нужно вот этот 256 подсказок. Уже, кумекать же есть чем, да? Так что пишите, отгадывайте. В общем, участвуйте с нами. Субтитры подогнал «Симон»! У каждого из нас есть свое собственное чудовище, притаившееся в засаде. Мы знаем друг о друге ровно столько, сколько каждый из нас готов открыть окружающим. Внутри мы можем быть совершенно другими. Каждый из нас. Берегите себя. И, кстати, вы литу выключили? А газ? А дверь заперли? Ручку на всякий случай дернули? Забыть такое нетрудно. Вдруг прямо сейчас кто-то ломится в ваш дом, какой-нибудь псих с ножом, и тут плевать, синдром навязчивый к состоянию у вас или нет. Лучше перепроверить. Не так ли? Мой персонаж был странным, загадочным, интересным для меня. Написала я его достаточно быстро, что для меня редкость, но, надеюсь, смогла раскрыть его характер. Всем удачи! Так что давайте, пишите, лайкайте, участвуйте, играйте с нами потом. Ну, всем спасибо, желать удачи в этой игре. Обязательно. Что мы тут одни, что ли, должны вот это напендриваться, что ли, перед вами, а? Мне в личку. Пишите. Любые девочки мне в личку пишите. Красивая, некрасивая. Пиши, ладно. Пиши мне в личку лично. Будем письма писать. Романтика! Письма. Не да? В натуре каждой отвеча. Так что пишите, девоньки. Пишите мне. Королевы. Принцессы. Мы на занятиях Куплеты раздевали. Тарари-бары, Хоп, Соцецы, Мама-у. Вот вам история Одной одесский звать. Тарари-бары, Хоп, Соцецы, Мама-у. Коп, Стопы, Золи, Зачем давала стоя? Все ложечка, Что тебе я подарил. А я тебя не нежил, А я тебя не вводил, А я тебя сануто не ввел. Ой, нет. Хоп, Соцецы, Тарари-бары, Я тебя сануто не вводил с, Авг netsой? О! Ой! Ха! Ха! ПЕС, Субтитры сделал сделал DimaTorzok. Он пишет,